Если все профессии на свете вдруг смогли жить в какой-то моменте, то, наверное, в первую вершину вспыхнула бы снова медицина. И в учебе с каждого века не было почетнее судьбы, чем сражаться в плане войны за спасение жизни человека. Все осталось, чтоб поворот не был. Цель света, но святость этой мысли требует предельно чистых рук и в прямом, и в переносном смысле. Сколько, сколько на земле моей было их достойнейших и честных, знаменитых и совсем безвестных, нещадивших сердца для людей. Таким нещадившим сердцем для людей был Григорий Алексеевич Невгрусский. Замечательный хирург, главный врач нашей больницы, человек открытый и счетливый в душе. Жители нашего города всегда ценили и отдавали дань глубокого уважения и благодарности этому уникальному врачу-руководителю, который всю свою жизнь служил прекрасному и очень сложному делу здоровых людей. Отмечая 70-летие Великой Красноармейской, сегодня проводится одно из важнейших мероприятий торжественное открытие памятной мемориальной тоски хирургу, главному врачу больницы Григорию Алексеевичу Невгрусскому. Торжественное открытие мемориальной почетной тоски хирургу, главному врачу больницы Григорию Алексеевичу Невгрусскому объявляется открытым. Право открыть памятную мемориальную грузку Григорию Алексеевичу Невгрусскому предоставляется главе города Максима Владимировича Хаблову родственник Григория Алексеевича, ветерана труда медицинских работников Светлане Ивановне Гроз. Дорогие злые дни, растители я очень люблю, не всегда и часто. Наверное, в первый раз мне приходится присутствовать на документе предприятия, когда весь город счастливует. И отдаёт должную память дальнего зрения, выйти в нашего города дальше, нашему колене. И, наверное, из тех присутствующих здесь, наверное, я одна из немногих, которые помнят его живым, такой, какой он был в самом деле. Вы знаете, это красивый человек. Всегда высокий, стройный, бодрый, подтянутый, который смещал энергию, которую передавало всем окружающим. Это человек, который всему себя отдавал медицине, работе, людям. Наверное, как и все люди у него была семья. Кстати, семью у него были сплошные медики. У него была дочь медицинской работе, своя дочь медицинской работе. В это время. Кроме того, его внуки и правнуки, которым, наверное, доставалось очень мало внимания, за занятие всё от деда. А вот сколько причастны медициной? Они занимаются причинами у детей. И, вы знаете, они все сегодня приехали сюда. И мне бы хотелось, чтобы они все сюда, бывшие сюда. Это подруги Береголя Алексеевича. Это его завученные. Это его два внуки. И это его уже два внуки. И, наверное, из всех несуществующих родственников только одна подручка и вот эта девочка носят помилые черты негдеевских. Здорово. И до помощи благополучия в жизни, которые у вас в деда. Ну, он приехал на работу. А остались в 31-м году с открытием главного опуса по ближней больнице. И, если бы хоть с перерывом на войну, возглавлял кинологическое отделение. Ну, он, как все подруги, не наблюдал, говорите о войне. И когда он остался, говорю, ну, что вам осталось в память у вас самого Ядова? Он написал. Он прошел в войну, кстати, начальником английского фаниколога, в 19-м году, в 19-м году, в 18-м 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 году. И этой врачи воспaver обслуживательной деревей и усещают госпиталь. А в госпитале и насчитывали, если за тысячи ранних их надо было догадаетесь, и надо было обреть Sunday Мин rzeczywiście. И он пришлось к 일단 в армию, доказывал, что нам надо это сделать сервизирование с пистолетом, Hayran saw, venemals, they were lucky, not very lucky. Мы, собственно, yeah, that was... Он боялся, что будет О karamu, получил почтение. Какой был хирург? Ну, вы знаете, чтобы быть хорошим хирургом, надо, наверное, было иметь всегда ясную голову, твердую руку и большое сердце. И всего этого у Великой Алексеевича в этом успехе. О том, как мы получили, знали не только нам в годы, но и, наверное, то, что вот сегодня здесь присутствуют люди, и, наверное, мы обязаны берем всех тех, кто у нас на сегодняшний городе, потому что те, кто нам оперировали, оперировали там жизнь, а мы продолжили свою жизнь, своих детях, много, которые живут сейчас. Мы с Великой Алексеевичем отвечали. Вы знаете, он любил жизнь. Он был патриотом. Я бы на этой доске написала с большой буквы. Патриот и гражданин. Он был патриотом по имевству. Он был патриотом города, района, страны. Он был гражданин с большой буквы. Все, что он самому становился федератутем. Своим проектом отвечал. Мы срослым. Ну, надо сказать, что вы приходите в силе. Вот он где-то в шоу-минесесок в городе. Которые долгосрозы с отнесе Чикардовы, ну, 500 вонесли на много лет. Он готов. Понимаете, он инвентарь, он у него датчик. Ну, он знает, что в районе санитарные люди, они санитарные люди, они санитарные люди, они занимают некоторые места в районе. Ну, и когда случилось это, в самом деле, видите, где? А в том, что здесь в первом фоне, мы смотрим, автобус стоит, где-то валяются в районе на дверь. Полная больница, ранки на третий. И все гражданинские помощи оказали грузыненькие по улице, в флоте. Он еще не был в жизни в Россию, в Европе, в Европе. Он был в красоту. Вы понимаете? Красивый во всем. Он был, наверное, и он всегда был откушен молодыми, красивыми женщинами. Он просил, конечно, он был вставшим всем и молодым. Он любил природу, он любил и суслов, он любил собак, он любил, тоже любил, он был с разной погоди. Он любил вкусно поесть, он любил выпить, он любил иногда футболты. И самое главное, самое главное, он любил людей. И всего себя отдавал людям. И то, что вот мы себя сегодня видим здесь, наверное, это, люди считают в физике, из-за того, сколько отдаст, сколько получит. Наверное, выяснил это, сколько вы ее отдали, сколько вы ее получит. Ну и вот, а сегодня мы отмечаем такой день и память вода, посвященная, и приводили все чудовища, на это свидетельство, той любви, и в основе, в эти годы, ему. И пусть, его дина, его жизнь, это вы, его дети, и внука, а его дина, на работе наше, это чувство. Какое-то казалось, дело, которое и все. И внук, и внук, и внук. Спасибо. Ага, слово Милинговой Наталья Вячеславовна. Здравствуйте. Уже много было, как же школу сказали, хочу немного добавить. Очень хорошо, что в нашем городе со мной состралились по речному поэзию замечательных людей, которые живут в Европе. Так, кто на том, кто сяк, кто не на учил очень много врачей, и ямочная иномия будет воиновать свою новую пенсию. Родный и добровольный подвиг Игоря Алексеевича Никтубского отмечен высокими государственными наградами. Он награжден Куртином Ленин, Куртином Красной Звезды, отделами Отечественной войны двух стилей, медалью за победу над Германией, за победу над Японией, за взятие Киев-Первое является почетным гражданином Пушкинского района. Минута молчания. Прошу возложить цветы в памятной мемориальной доске Григория Алексеевича Невдубского. Минута молчания. Григория Алексеевич Звезды, Григория Алексеевича Невдубского. Субтитры создавал DimaTorzok